Соседи, уважаемые главы, эту машину вы у себя видели? Нет, приезжал? Приезжает. Приезжает? Это мобильная станция по обслуживанию и ремонту сельхозтехники. Она сама приезжает в поля, все для того, чтобы рабочий процесс не прерывался ни на секунду. Сейчас сервисный центр обслуживает полторы тысячи машин. Парк техники сервисных машин составляет 20 единиц. В этом году в планах приобретение двух новых автомобилей, то есть комбайны, если происходит какой-то ремонт, либо техническое обслуживание, проводится непосредственно там, где он находится, в полевых условиях. Вся техника на полях в условиях санкций отечественного производства. Трактора перешли на двигатель КАМАЗ. Комбайны стал оснащать Ярославский моторный завод. Комплексный подход, сервис, запасные части, техническое обслуживание, квалифицированные кадры для наших сельхозтавропроизводителей являются основой успеха и стабильности. Сервисный центр, тракторы, комбайны и машины скорой помощи для сельхозтехники осмотрели участники совещания. Надо увеличивать переработку, оставлять добавленную стоимость у себя в республике. На совещании говорят о проблемах района. Он сейчас на девятом месте рейтинга социально-экономического развития. Падение на одну позицию связано с низкозаработной платой. В среднем 28 тысяч рублей. Тогда как по республике 56. Безработица в верхнем условии выше среднего показателя по Татарстану в полтора раза. Фермеры не активны в федеральных и республиканских программах. Например, субсидии на содержание КРС получены только на седьмую часть поголовья. Два года подряд не поступает ни одной заявки на гранты по строительству мини-ферм. Участие района за двородные края. Оно довольно слабо. Лучший здесь Булинский район. Всего пятью мини-фермы. Не строили мини-фермы. В Гражданске и Зенадургский районы. Всего одна мини-ферма в Петюш. И есть сегодня возможности еще раз обратиться к руководителям районов нашей республики с тем, чтобы лучше воспользовались возможностями. Это деньги, которые целевым образом надо использовать на укрепление материальной базы, животноводства, в подворьях, продажи и реализации продукции. Это дотации, которые представлены и республикой в том числе. Сегодня главам района показали предприятия, которые воспользовались такими программами. Наши предприятия консортовского сутка. Включается вся Россия, все страны Азии и СНГ. Завод по производству кваса и других напитков на основе зерна. В год перерабатывает 15 тысяч тонн ячменя, ржи и кукурузы. Изготавливает 10 тысяч тонн продукции. Из них пятая часть идет на экспорт. В августе планируют открыть новый завод по производству ячменного солода, что обеспечит район новыми рабочими местами. Закупили оборудование в Чехии, завезли полностью весь комплект. Сейчас только одна проблема – это обеспечение с запчастями. Но у нас есть друзья, Китай, которые нам охотно помогают с поставкой запчастей. В тепличном комплексе нет проблем с импортозамещением. В прямом смысле здесь все свое. Помидоры, огурцы и зелень круглый год с грядки прямо на стол. Площадь этого тепличного комплекса 2000 квадратных метров. Система климат-контроля обеспечивает постоянную температуру. Днем 22 градуса, ночью 18. Такие условия позволяют собирать до 2000 тонн урожая в год. Наша продукция растет с помощью гидропоники. Получается, мы подаем питательный раствор, и за счет этого формируются растения и формируются плоды. Новые производства и рабочие места – это экономическая основа села. В Верхнем Услоне из условий есть практически все – логистика, водные и ЖД-пути. Сейчас нужно привлечь сюда молодежь. Благодаря этому сохранить само село и его традиционный уклад. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Верхнеуслонский район.